Это кадры с борта номер один. На ваших экранах видео сопровождение самолёта президента истребителями пятого поколения. Во время захода на посадку в городе Ахтубинске, это Астраханская область, во время визита президент посетил крупнейший испытательный центр воздушно-космических сил России. И это актуально как никогда. Дело в том, что наши американские партнёры всё никак не могут успокоиться. Они учинили хаос в Ираке, Ливии, Сирии. Ну а теперь они, похоже, решили взяться за Иран. А ещё у них есть стратегия, как перенапрячь Россию. О чём идёт речь, расскажем. Это программа «Открытый эфир», место, где журналисты обсуждают главные темы дня. Все они пришли со своими лучшими материалами и готовы их представить в кресле главного героя. Также у нас студенты журфаков, они будут задавать свои вопросы. Смотрите сегодня в программе. Шок и трепет. США экстренно направили к границам Ирана авианосные ударные группы и готовы перебросить 120 тысяч бойцов для противостояния Тегерану. Неужели война? Почему недавние взрывы на танкерах в Персидском заливе могут стать настоящим казус Белли? Спустят ли штаты курок и ждёт ли Иран судьба Ирака и Ливии? О том, какими будут возможны первые удары, чем готов ответить Тегеран и как действует Россия в случае нападения на нашего союзника по сирийской кампании, а также подробный анализ авианосных боевых групп США и иранской армии в материалах военных журналистов Константина Севкова и Алексея Анпилогова. Американский секретный доклад по ослаблению России с грифом «для личного пользования» случайно попал в руки журналистов. Сценарий вытеснения России из списка стран первого эшелона готов. Как собираются душить экономику нашей страны и кого для этого будут использовать? Доклад под названием «Перенапряжение России», написанный по заказу Пентагона, исследовал Александр Лосев. И впервые представит только в студии открытого эфира. Ничего страшного, мы вас похороним. Как пытают подозреваемых в связях с Россией в тюрьмах Украины? И почему каждый, кто пересекает границу Незалежной, рискует оказаться в секретных тюрьмах СБУ? С шокирующими подробностями операции «Зачистка» по уничтожению инакомыслящих, пережившей пытки киевских спецслужб Александр Петрунько. За какие публикации убивают украинских журналистов? Сколько платят за голову неугодного репортера? Уникальное расследование журналиста Александра Малькевича. Владимир Зеленский может лишиться президентского поста. Получится ли у Порошенко сорвать инаугурацию? И грозит ли Украине новый госпереворот? Журналист Игорь Шатров получает эксклюзивную информацию из Киева и поделится ею только в студии открытого эфира. Выйти в ООН из минских соглашений. Зачем МИД Украины анонсирует масштабную войну в Донбассе? И чем могут закончиться для самого Киева такие игры украинских патриотов? С подробностями публицист Константин Долгов. Американский летун против российского горного волка. Легкие и смертоносные военные машины нашей армии и Пентагона. Сравнил журналист еженедельника звезда Максим Кисляков. А также зачем танк «Армата» разговаривает женским голосом? Чем хороша необитаемая башня? И почему американцы признали наш Т-14 лучшим в мире танком? О недавно рассекреченном проекте самой современной бронемашины. Впервые на телевидении журналист агентства ТАСС Роман Азанов. Не пропустите, только в открытом эфире. Начинаем с тревожных новостей. Соединенные Штаты Америки готовы отправить на Ближний Восток порядка 120 тысяч военнослужащих. План разработал исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники в Белом доме. Юрий, ну тут главный вопрос-то. Трамп пишет, да это все фейк-ньюс, никаких 120 тысяч. Но мы-то знаем, пока Трамп пишет в своем твиттере, там в Соединенных Штатах другие силы все решают. Тут главный вопрос, будут они или не будут. Но если будут эти 120 тысяч, что могут натворить? Какая это сила? Ну, вы знаете, это будет как бы ударная часть коалиции, которую Соединенные Штаты создадут против Ирана. То есть они не будут одни воевать, они попытаются представить эту историю так, как будто это международная какая-то коалиция, которая пытается вот установить демократию в Иране. Но здесь я бы хотел... Панклев как раз в Европу ездит, пытается подстрекать. Да, 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 то есть привлечь. Но здесь я бы еще на очень важный момент хотел обратить. Мы помним слова Трампа, как он предложил России отказаться от ядерного оружия. Как он говорил Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Вот после всех этих фокусов американских, я не думаю, что найдутся страны в мире, которые решат просто так сдать свое ядерное оружие. Владимир, пожалуйста. Вот, это самое главное. Прежде всего, Помпео. Вот эта интенсивность перемещения по Ближнему Востоку, по Европе, она, собственно, всегда у американцев случается накануне... Большой войны. Большой войны. Ливия, Сирия, Ирак. Накануне Ливии. Совершенно верно, было именно так. И нужно... А что они ездят? Чего они хотят? Вот зачем Помпео поехал по европейским странам, в Россию заехал, в Ближний Восток там свои силы обрабатывает? Это дипломатическая подготовка будущей операции. Одним говорят, поддержите нас, другим говорят, не лезьте. Конечно, конечно. И вот в данном случае очень важна поездка в Ирак, потому что Ирак, с одной стороны, это территория, на которой находятся американцы, и которые ее контролируют. С другой стороны, нынешнее иракское правительство близко Ирану. И вот в этом смысле это очень важная поездка. Давайте разбираться. Действительно, посчитаем потом, сколько американцы отправят военнослужащих поближе к Ирану. А сейчас, на данном этапе, давайте посмотрим, что они уже перебрасывают к этой стороне. В этом вопросе разбирался Алексей Анпилогов. Посмотрим свежую цитату из его материала. Сразу два американских авианосных соединения. На фоне краха ядерной сделки с Ираном, такая перспектива выглядит пугающе опасной. Напомним, что к Сирии подходила авианосная ударная группа США вдвое меньше. Тогда в нее вошли авианосец класса «Нимец» Гарри Трумэн и крейсер «Нормандия». Всего четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также несколько кораблей сопровождения. Чтобы понимать, чем чревато выдвижение таких сил, взглянем на оперативную производительность авианосного ударного соединения в иракских компаниях. В военной операции 1991 года против Ирака за 42 дня американцы выполнили около 18 тысяч вылетов. А в компании, начавшейся в 2003 году, примерно 25 тысяч вылетов за 30 дней. Таким образом, нетрудно представить, что ждет Иран, если США бросят в бой против него все выдвинувшиеся в Персидский залив силы. Итак, я прошу редакторов, пожалуйста, вывести карту передвижения этих самых авианосных боевых групп. Алексей нам сейчас прокомментирует. Ну, правильно я понимаю, их на ходу всего у американцев сейчас четыре. Две, а это нехитрая математика, 50%, выдвинулись в сторону Ирана. О чем это говорит? Ну, как говорил один из героев советской литературы, если в нашем доме запахло серой, мы должны организовать производство святой воды в промышленных масштабах. То есть, очень просто, если кто-то поставил у вас перед домом пулемет Гатлинга, а на ковер вам развесил гранаты, то вы должны понимать, что готовятся к войне, готовятся к большой войне. Что могут натворить эти две авианосные группы, которые перечислены в сюжете? Как уже было сказано, исторически две таких группы разгромили полностью Ирак. Причем Ирак, который воевал до этого с Ираном на протяжении, по сути дела, десятилетия. То есть, это тоже была мощная страна с достаточно развитой системой ПВО. Конечно, у Ирана сейчас тоже не очень простая ситуация. У него практически нет союзников. Его пытаются сделать в блокаду, взять со всех сторон. Загнать в угол. Загнать в угол. И вот это как раз этот казус Бели, который был с повреждением танкеров, это для того, чтобы последних союзников сказать, кого вы поддерживаете. Типа, вы же видите, что это террористы, это террористическое государство. Вот по поводу того, что Иран загоняют в угол. Тоже свежая новость. Высший совет национальной безопасности Ирана приостановил выполнение своих обязательств по ядерной сделке. Маленькая ремарка. Я в шоке. Получается, они едут на убой просто. Не сами везут себя на убой, они едут убивать миллионы людей, я так понимаю, если война начнется. Сотни тысяч миллионов людей. Иракская кампания это более миллиона погибших мирных жителей. Давайте об этом не забывать. Ну вот Иран действительно загоняет в угол. Иран хочет выйти из ядерной сделки, приостановить свои обязательства. Что дальше? Война действительно? Ну, я думаю, что пока, пока. Перед нами игра мускулов. И американцы, я думаю, что пока для них существует работа дипломатов. Но порох они всегда держат, если так можно выразиться, сухим. И если так можно выразиться, свой кольт они уже взвели. Вот то, что мы рассказали, они ввели. В принципе, они показали Ирану. Или показывают, что они могут применить военную силу. Они последствия понимают? Я думаю, что сегодня те люди, которые сидят в Вашингтоне, не понимают последствия. Ну, достаточно вам сказать простой вещи, которые, может быть, не понимают люди, которые не знают, как работает американская военная машина. В Америке нет сегодня министра обороны. Патрик Жанна там есть. Вы понимаете, это мелочи. Но это не такие мелочи, как военных действий. Спасибо. Войну не может вести исполняющая обязанность. Вот это и пугает. Я думаю, что, в общем, понятно, что Иран гораздо более крепкий орешек, чем даже Ирак. И поэтому две авианосные группы. И даже Сирия, пока, естественно, там не появились российские ВКС. Они тоже считали, что Сирия будет такой прогулкой. Они прекрасно понимают, что Иран это гораздо более серьезный орешек. И поэтому Помпео летит в Европу, чтобы пытаться договориться с европейцами. Потому что американцы не хотят сегодня воевать своей живой силой. Ну, не хотят. Они пытаются, они будут долбить с авианосцев, они будут ракеты, бомбардировки самолетов, все что угодно. Но живую силу они постараются найти на стороне. В любом случае, чтобы минимизировать ввод своих военнослужащих, своих американских. Если действительно война, какими будут первые шаги? В этом разбирался наш коллега, военный журналист Константин Сивков. Я приглашаю его в кресло главного героя. Материал еще готовится к публикации, но только зрители открытого эфира увидят фрагмент этого материала. Пожалуйста. Если агрессивные действия США в отношении РАНа доведут до реального противостояния, важно понимать, как будут развиваться события. Пока вырисовываются как минимум четыре основных сценария начала войны. Первый. Ракетный удар по основным оборонным инфраструктурным объектам, обеспечивающим безопасность РАНа. Второй. Ракетно-бомбовый удар с привлечением авиации. Третий. Удар с привлечением авианосных групп. Четвертое. Начало военной наземной операции. Константин, спасибо большое за ваш профессиональный разбор. Теперь поясните, пожалуйста, нам. Итак, ракетный удар по инфраструктурным объектам Ирана. Как это будет технически, пошагово? Расскажите. Первый самый простой удар. Первый самый простой вариант. Это объединенный удар силами тактической авиации и палубной авиации авианосцев. Где-то силами порядка 150-200 машин. Один ракетный удар с расходом 200-300 ракет и самолетов. Для поражения отдельных объектов из ядерного комплекса Ирана. Второй вариант. Там есть предприятия, главное, связанные с доставкой урана. Американцы знают, куда бить. Ну, конечно. Но дело в том, что поразить сами центрифужные предприятия, они находятся в скальных укрытиях и не могут. Второй вариант. Это проведение отдельной воздушно-наступательной операции силами 400 машин. Главным образом это силами двух-трех авианосных групп. Плюс тактическая авиация США и Саудовской Аравии и Израиля. В этом случае они могут нанести более-менее серьезные поражения комплексу, ядерному комплексу Ирана. И ракетной промышленности Ирана все как-то об этом забывают. Поэтому это наиболее вероятный вариант развития. Людские потери. Что важно? Вы знаете, людские потери как-то не отходят на второй план в этом вопросе. Но совершенно четко при таком составе сил бить по городам они не будут. В основном будут бить по предприятиям. Поэтому людские потери будут среди личного состава этих предприятий. Но можно оценить там несколько тысяч человек. Это немного для такой войны. Третий вариант. Это воздушная кампания. Которая велась против Югославии, против Ирака. Но тут им не хватит ни оперативной емкости вообще вот этой зоны, ни других вариантов. Тем более про сухопутную операцию это вообще что-то из сферы фантастики. И четвертая позиция. Все это плюс... Четвертая что-то из сферы фантастики это проведение сухопутной операции. Наземной. Поэтому да, наземной. Поэтому вот эти 120 тысяч человек, о которых они говорят, это личный состав, который будет обеспечивать действия авиационной группировки главным образом. Там придется развивать мощную инфраструктуру наземную. Коллеги, у нас созрел вопрос в зале. Пожалуйста, уважаемые студенты, подходите ко мне, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Елена, студентка высшей школы Останкино. И такой вопрос. Зачем так волноваться за Иран? Он же далеко. России какое дело? Олег, готовы ответить на вопрос? Есть такое простое правило, девушка. То есть если мы не идем к ним, они идут к нам. То есть Иран наш стратегический союзник. Если кто-то наивно думает о том, что если мы сегодня не поможем Ирану, то война не придет в наш дом, это глубокая ошибка. Вот вы это должны четко понимать. Что то, что творится в Донецке, в Луганске, рано-поздно может прийти в наши дома. Я за год до войны в Донецке и в Луганске бывал там и никогда не мог представить, что вообще с этими городами это может произойти. Поэтому не поддерживая там, рано или поздно придет война в наш дом. Что делают сами американцы? Они воюют в 10-11 тысяч километрах от своей собственной территории, постоянно сдерживая военные конфликты подальше от Америки. Попробуйте, суньтесь туда к ним. Евгений, а правильно я понимаю, что это тот самый сценарий, который сейчас хотят разыграть против Ирана, который в случае успеха может быть разыгран против России? Дело в том, что по России работает по-другому и идет информационная, экономическая война. Война в Донбассе, по большому счету, тоже отнимает ресурсы. То, о чем говорил коллега, я так понимаю, это очень взвешенный, очень глубокий анализ того. Другая тактика, но тоже на истощение. Относительно Ирана и Ирака, вы помните, как перед Ираком взвешивали картинки, рисовали военные эксперты, говорили, сколько дней там. Но по Ирану будет сложнее. Иран побольше Югославии будет. И вопрос опять-таки, хуже или лучше. Да, вопрос Армудский пролив, это большой риск. Потому что есть нюансы, я когда общался с военными экспертами и людьми, которые, ну, все-таки в чем-то когда-то участвовали, то риски у американцев невероятно высоки. Вот я на это хотел бы обратить внимание. А вопрос, извините, одна фраза относительно того Ирана. Продолжу вашу мысль, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что действительно, если ты не кормишь свою армию, ты кормишь армию чужую. Вот такая же ясная. Смотрите, в чем ситуация. Зачем они туда идут? Америка сейчас сильно увеличила производство нефти. Уничтожение Ирана, это выбрасывание. Они ведь ударят ядерный объект, там нет у них ядерного оружия, это все ерунда. Они ударят по нефтяным скважинам, они ударят по трубопроводам, они ударят по портам. Они хотят выключить Иран из нефти. Что это даст? Это даст мощное ослабление Китая, с которым сегодня соперничают американцы. Олег, вот вы абсолютно правы. Нефтяной вопрос тут действительно может играть существенную роль. И вот посмотрите. Только деньги, ничего личного сейчас. И вот смотрите, Иран действительно не та страна, на которую можно вот так взять и напасть. Нужен повод. И кажется, этот повод американцы создали. Алексей Анпилогов в этом разбирался. Давайте посмотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проходившиеся в исключительной экономической зоне страны. Пока происхождение неизвестных диверсантов остается неопределенным. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. Но уже можно представить себе, кого обвинят в происшедшем мировое сообщество во главе с США. Еще поступила информация. Дайте, пожалуйста, нам скан публикации. Нефтепровод Саудовской Аравии атаковали беспилотники. Ну, то есть за руку-то никого не поймают. Опять Иран виноват? Ну, судя по всему, да. Мы знаем, что американцы всегда по жизни создавали казус Белли своими собственными руками. То есть это же пробирка. Помните, как перед Иранской компанией? Да, можно вспомнить пробирку. Можно вспомнить броненосец Мэн, который взорвался перед испано-американской войной в порту Гавана. И только через сто лет выяснилось, что взрыв был изнутри. Нет, подождите, насколько топорно идет? Это значит авианосная группа в составе двух. А вы знаете, как бы белая пробирка была не топорная. Сейчас же уже все сказали. Колин Пауэлл сказал, я ошибся. Вот мы сделали ошибку. Он даже не ошибся, он признал, что он участвовал в подлоге. Его обманули. А обманули так, что, извините, в Ираке погибл миллион жителей. Вот это цена этого обмана. И они сейчас идут по второму кругу. А Америка увеличивает производство нефти. То есть атакуют беспилотники. Мысль про нефт понятна. И на этом фоне Америка зарабатывает миллиарды. Мы хотим понять по поводу войны. Я бы еще хотел сказать, что в этой операции есть удар по России. Представьте себе, начинается масштабная война. Беженцы из Ирана куда идут? По всему континенту, в том числе и в Россию. И это, в общем-то, финансовый такой мощный удар. То есть это хаос на всем континенте? Да. То, что касается тактики действия, удар будет в первую очередь нанесен по системам противовоздушной обороны. И после этого американцами по комплексам противовоздушной обороны, центрам управления. После этого безнаказанная бомбежка всего остального. Ядерные объекты, нефтяные, административные и так далее. Как было в раке. В начале будут уничтожить. Они же даже F-117-й старье свое вытащили и демонстрировали на Ближнем Востоке. Я хочу подчеркнуть один маленький нюанс. Раз. Вот прошла информация о том, что заседание у Трампа по поводу направления 120 тысяч человек произошло за неделю до того, как произошли вот эти теракты. Это раз. Теперь, что касается возможностей Соединенных Штатов Америки подавить систему ПВО Ирана и роли России. Для подготовки вот этой операции, если не будет вот такой точечный удар, более-менее масштабная операция, о которой я говорил, им потребуется не менее трех месяцев. Если за это время Россия начнет поставлять в Саеверам зенитные ракетные системы С-300 и даже С-400, то эта операция будет сорвана. Вопрос снимается. И поэтому вопрос, роль России в урегулировании и предотвращении этого конфликта является ключевой. Жесткая позиция России по этому вопросу является ключевым условием предотвращения войны. Я предполагаю, что главной целью приезда Помпео сюда заключалось, конечно же, не обсуждением всех этих вопросов, которые были на поверхности. Главная проблема была уговорить Россию не мешать американцам громить Иран. Я думаю, что наша страна отказала. Помимо военных аспектов, что очень важно. Помимо военных и экономических аспектов, есть еще политический аспект, важный, на который мы не обращаем внимания. Фактически началась предвыборная кампания президента Трампа. То есть осталось менее двух лет до выборов. И эта ситуация позволяет, на самом деле, достигнуть внутриполитического консенсуса внутри США. Потому что затронутые интересы американских корпораций можно объяснить свои действия на внешнеполитической арене защитой американских интересов. В отличие от игры с Северной Кореей, которая не привела на данном этапе никакому результату, является личной инициативой по большому счету Трампа, который хочет Нобелевскую премию мира. Здесь это глубоко касается интересов США по причине нефти. Скоро, кто и как поможет США, если война начнется? Союзники? Нужно иметь в виду, что Иран это действительно крупная страна. Это страна номер восемь по численности армии. И, конечно, для того, чтобы победить Иран, необходима достаточно серьезная коалиция. Очевидно, что эта коалиция уже создается. И она создается несколько лет и даже десятилетий. Это Саудовская Аравия и ее союзники от Египта и Марокко до Пакистана. И, естественно, речь должна идти об Израиле, хотя это отдельная тема. Израиль не может действовать. И потом США будут это продавать как идею. Посмотрите, полпланеты борются. И очень важно, что Иран уже, по сути, окружен. Те военные кампании, которые были в предыдущие годы в Афганистане и в Ираке, это, по сути, в том числе создание плацдармов. Это долгосрочная игра. Это доказывает, что это десятилетиями готовилось. Да, и это конец. Константин Сивков, ваши аплодисменты. Военный журналист, доктор военной наук. Приглашаем вас к нашим гостям. Ну, а мы продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь, смотрите далее. Американский секретный доклад по ослаблению России с грифом «для личного пользования» случайно попал в руки журналистов. Сценарий вытеснения России из списка стран первого эшелона готов. Как собираются душить экономику нашей страны? И кого для этого будут использовать? Доклад под названием «Перенапряжение России», написанный по заказу Пентагона, исследовал Александр Лосев. И впервые представит только в студии открытого эфира. Ничего страшного, мы вас похороним. Как пытают подозреваемых в связях с Россией в тюрьмах Украины? И почему каждый, кто пересекает границу незалежной, рискует оказаться в секретных тюрьмах СБУ? С шокирующими подробностями операции «Зачистка» по уничтожению инакомыслящих, пережившей пытки киевских спецслужб Александр Петрунько. За какие публикации убивают украинских журналистов? Сколько платят за голову неугодного репортера? Уникальное расследование журналиста Александра Малькевича. Владимир Зеленский может лишиться президентского поста. Получится ли у Порошенко сорвать инаугурацию? И грозит ли Украине новый госпереворот? Журналист Игорь Шатров получает эксклюзивную информацию из Киева и поделится ею только в студии открытого эфира. Выйти в ООН из Минских соглашений. Зачем МИД Украины анонсирует масштабную войну в Донбассе? И чем могут закончиться для самого Киева такие игры украинских патриотов? С подробностями публицист Константин Долгов. Американский летун против российского горного волка. Легкие и смертоносные военные машины нашей армии и Пентагона. Сравнил журналист еженедельника-звезда Максим Кисляков. А также, зачем танк Армата разговаривает женским голосом? Чем хороша необитаемая башня? И почему американцы признали наш Т-14 лучшим в мире танком? О недавно рассекреченном проекте самой современной бронемашины. Впервые на телевидении журналист агентства ТАСС Роман Азанов. Не пропустите, только в открытом эфире. Вы смотрите открытый эфир. До ухода на рекламу мы говорили о планах американцев в отношении Ирана. Похоже, готовят военную кампанию. И вот еще одна новость. Правительство Ирака приняло решение купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Да, и как раз до рекламы военный журналист, все вы помните, Константин Севков сказал, если Иран проявит инициативу и попросит Россию продать эти самые комплексы ему, то американцам, ну если не поздоровится, то много у них точно не получится. Вот, кстати говоря, мы задаемся в этой студии вопросом, зачем американцам 650 миллиардов долларов военного бюджета? Ведь на ту же военную кампанию против Ирана нужно в десятки раз меньше. Да дело в том, что трат-то великое множество. И российский фронт, если так можно сказать, в этом плане один из самых затратных. Вот с одной стороны можно послать Помпеева, чтобы он договорился о невмешательстве России, а с другой стороны разработать стратегию, которая будет мешать, сдерживать нас и разрушать. Американский исследовательский центр Рент Корпорейшн, работающий по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций, опубликовал доклад, внимание, с названием «Перенапряжение России. Конкуренция с выгодных позиций». В этой теме разбирался публицист и член Совета по внешнеоборонной политике Александр Лосев. Приглашаем в кресло главного героя. Смотрим фрагмент. Пять возможных шагов США в нынешней геополитической конкуренции. Предоставление летального оружия Украине, возобновление поддержки сирийских повстанцев, использование напряженности между Арменией и Азербайджаном, усиление внимания США к Центральной Азии, изоляция Приднестровья. Итак, Александр, спасибо огромное за вашу работу, что все изучили. Первый вопрос, который нас очень интересует, вот предоставить Украине летальное оружие. Зачем? Смотрите, дело в том, что Россия считается противником в доктринарных документах высшего уровня. Стратегия национальной безопасности, стратегия национальной обороны. Соответственно, главные меры в этом докладе – это экономические меры, но среди этих мер – санкции. Европейцы не хотят расширять санкции. Надо спровоцировать Россию на какие-то действия для того, чтобы европейцы снова включились в санкционный режим. Я правильно понимаю, они поставляют Украине летальное оружие, например, и Киев начинает очередную боню в Донбассе? Да, именно для этого, потому что Украина рассматривается как плацдарм для нападения на Россию, для сдерживания России. Это заставит Россию перенапрячься, увеличить свое военное присутствие вокруг Украины. Там Ростовская область, Краснодарский край. Это заставит Россию больше помогать жителям Донбасса. И это заставит европейцев снова вспомнить про санкции. Юрий, я правильно понимаю, логика примерно такая. Трамп вызывает Помпео и говорит, ты давай лети, договаривайся. Если не договоришься, вот они на карте. Очаги, которые могут полыхнуть в любой момент. Нам главное отвлечь Россию, чтобы она не поддержала Иран. Ведь самое главное, если мы посмотрим на все вот эти вот пять пунктов, они сейчас все тлеют. Все такие, да, перманентное состояние. Да, только донь, и они тут же заполыхают. То есть американцы уже давно подготовили все. И вот эта вот операция, вот этот вот доклад, это всего лишь озвученный план, который реализует администрация Соединенных Штатов Америки в отношении России. Но здесь еще очень важный, ведь и военный аспект. Вот частность, не так, буквально недели две назад была принята концепция до стартового перехвата российских ракет. По развертыванию оружия в космосе, то есть из космоса спутники должны еще до пуска наших ракет, до ответного удара, их уничтожить в шахтах, либо на пусковых установках. То есть вопрос агрессии ставится на первое место. На самом деле всегда Соединенные Штаты решали свои экономические проблемы военными методами. Мы все время вспоминаем противостояние с Советским Союзом, но ведь это было экономическое противостояние. То есть Советский Союз угробили экономически. А, кстати, в документе они так и говорят, что в 72-м году получилось. Конечно, конечно. Поэтому, естественно, попытка этот сценарий еще раз отработать сейчас реализуется. Спасибо, Игорь. Да, но самое ужасное, что американцы, похоже, решили действовать не только по периметру России. У них есть план, что такое устроить внутри нашей страны. Давайте посмотрим еще одну, вот стату обсудим. Поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления будет сосредоточено на отвлечении или дестабилизации российского режима и уменьшении вероятности того, что российские власти будут проводить агрессивные действия за рубежом. Александр, правильно я понимаю, если вот эти, как сказал Юрий, тлеющие очаги не сработают, они внутрь, какие-то там силы типа пятая колонна, и начнут по разным регионам ситуацию расшатывать? Сейчас Россия субъект мировой экономики. Их задача сделать Россию объектом. Дестабилизировать, вернуть в 90-е. Если в 90-е получилось, значит, можно попробовать еще раз. А вернуть 90-е, это вот, если тезисно, топ-3, это что? Это полный развал экономики, развал государственного управления, развал системы жизнеобеспечения, пенсионной инфраструктуры и так далее. И полная геополитическая зависимость, да? Да, Олег. И полный развал вообще страны на свободную Уральскую республику, свободную Донскую, Кубанскую, Московию и так далее. Но это уже как следствие этих процессов. Ситуация такая, что их задача, главная задача, которая ставится тем же самым рандом, это, во-первых, изменение режима здесь, в России, это заставить Россию прекратить торговать с Европой. Вот эти меры, считаются... Александр, они могут хотеть, конечно, чего угодно, с этим никто не спорит. А разрушить Россию от ядерного оружия можно только лишь одним методом, развалив Россию на много маленьких государств, каждый из которых свободный угроз. Коллеги, еще раз, смотрите, американцы могут планировать все, что угодно. Фантазия делает такое. Вопрос в другом, чтобы они понимали реальность. Юрий, вот развалить сегодня Россию на какие-то там куски, но это нереально. На сегодняшний день это нереально. Это говорит о том, что их аналитики в ЦРУ, они, в общем-то, потеряли квалификацию. Такая же история в свое время. Перегайние, простите, перепутали. То есть это такая же история, как вот в Ираке. Они взяли, привели фактически к власти своих противников. И эти противники не очень-то с ними дружат. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас вот делается ставка на пятую колонну. Но у нас, во-первых, экономическая ситуация другая. Во-вторых, мы сейчас деньги уже перераспределяем из военной отрасли в социальную. В-третьих, у нас есть опыт 90-х. Мы уже знаем, чем это может закончиться. Да, да. Уже не пятое место мы занимаем по военным расходам, а гораздо ниже. Потому что эффективно тратим деньги. А на социальные расходы мы больше денег тратим. То есть мы все, мы сделали выводы. И те уроки, которые нам были даны в 90-е годы, мы их учитываем. Алексей, мне вот это напоминает, что, знаете, долго-долго вот минировали здания, минировали. А сейчас уже подошли. Это то, о чем я хотел как раз сказать, Коль. Дело в том, что, смотрите, американцы до сих пор летальное оружие не поставили на Украину. До сих пор конфликт, который легко может разгориться. Отжавили. Ну, джавелин только, и все. До сих пор висит ситуация с Приднестровьем. До сих пор не очень активна пятая колонна внутри России. Почему? Американцы подводят к тому, чтобы можно было максимально синхронизировать одновременный взрыв во всех точках. Как только это возможно будет, в одну секунду сделать сразу везде. И внутри России, и по краям России. У нас есть вопрос. Кто-то это сделает? Есть вопрос из зала. Пожалуйста, ребят, кто хочет спросить? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктор, студент МГУ. У меня такой вопрос. А у России есть ответный коварный план по Соединенным Штатам? Коварный, мне кажется. План есть, но не коварный. Секундочку, Владимир Сергеевич, вы как главный специалист по Америке. Расскажите, есть у нас ответный план? Я думаю, что самый главный ответный план, он выглядит очень просто. Это консолидация российского общества. И когда подобного рода планы публикуются, совершенно очевидно, что предупрежден, значит вооружен. Вообще, если посмотреть на этот план, я бы сказал, очень просто. Сыпьте телегу в мешок, колесами завяжем. Самое главное, что американцы делают, это дестабилизация внутри страны. И более того, подавить политическую волю нашего политического руководства. Вот в чем их задача. Этот столик у нас сегодня метафора афоризмов. Я прям выписываю. А у нас сегодня в студии Александр Малькевич. Я напомню, что относительно недавно бравые сотрудники ФБР крутили нашего журналиста и пытались у него что-то такое узнать. Я же в санкционном списке еще. А, еще и в санкционном списке. В общем, США и Молдавия, как оказалось недавно еще. Отвечай на вопрос студентки. Ну, то даже. Значит, у нас планов полно. Другое дело, что часть этих планов сочиняют сами американцы. И наше спасение в том, что их общество существенно расколото. Я хотел обратить внимание на то, что вот прямо сегодня они в Конгрессе рассматривают очередной законопроект о введении новых санкций опять за вмешательство в выборы. Причем на этот раз они пишут за вмешательство в выборы 2020 года. На будущее. Молодцы. Да, то есть они сейчас уже собираются ввести санкции, причем против организаций и людей, за выборы, в которые мы вмешаемся в 2020 году. При этом вчера, вчера, да, они сообщили, значит, федеральная избирательная комиссия США, что все-таки, оказывается, мы вмешались и в прошлом году, но уже выборы локальные. Вот в нашем плане. Казалось... Не давать уж тем, что хочется мне лучше. Маленькая ремарка, маленькая ремарка. Это, кстати, небольшой анонс к тому, что будет дальше. Давайте по очереди, пожалуйста. Я бы хотел сказать, что в прошлом году оказалось, что питерские журналисты из Федерального агентства новостей вмешались в выборы губернатора штата Джорджия, который победил республиканец, он, оказывается, заказал свою кампанию и оплатил российским хакерам. Вот так вот, коротко, пожалуйста. Коллега, согласен полностью, поскольку Соединенные Штаты действительно сейчас полностью уже, мы говорим много, что внешне политика, да-да, но давайте не забывать, что выборы действительно в ноябре уже будущего года и кампания началась. И любые заявления сейчас Трампа на международной лене, на внутренней, все преследует на то, чтобы победить. Туда. И туда, и туда, именно туда. И то, что посылает Пампео, да, это все понятно. Будет переговор с Россией. Ему нужна действительно, как правильно было замечено, небольшая, но победоносная война. Пойдет он на нее, это другое дело. Вот, кстати, по поводу войны, несмотря на то, что доклад имеет экономическую основу, да, именно экономический подрыв России, там есть и военные аспекты. Давайте посмотрим еще одну цитату. Кхе-хе. Русску, вероятно, обеспокоит Москву даже больше, чем перебазирование бомбардировщиков. Поскольку в ходе обычного конфликта каждому самолету пришлось бы совершить несколько боевых вылетов, российские лидеры, вероятно, пребывают в уверенности, что вооруженные силы России смогут уничтожить много истребителей противника на земле и прикрыть свои аэродромы развертывания на раннем этапе небольшим количеством ракет и обойтись без существенных дополнений к их ракетным запасам. Итак, из того, что мы сейчас услышали, получается, сами предлагают, сами сомневаются. Смотрите, мягкая сила Америки больше не работает. Мир через силу, то, что сказал Трамп. Соответственно, гонка вооружений, заставить Россию потратиться на военный бюджет, заставить Россию развернуть войска в западном направлении, это тоже работает против экономики России, как они считают, и против России как таковой. Потому что в этом же докладе предлагается и увеличить количество сухопутных войск НАТО, и усилить группировку в Черном море, чтобы угрожать Крыму и нашим базам, и в Арктике развернуть подводные лодки. То есть по всем направлениям. Мир через силу. Вот куда движется сейчас Америка. Ощущение, что они, прежде чем писать этот доклад, разложили экономику, структуру России на молекулу, и начали, как сказал Алексей, минировать каждую эту часть. Нам-то чем отвечать? Значит, смотрите, вообще все очень просто. Была Первая мировая война, Америка из нее вынырнула самым богатым государством мира. Была Вторая мировая война, Америка по итогу Второй мировой войны стала обладать 50%. Доллар закрепился, английский титульный язык. 50% мировой экономики ушло в Америку в разряд Второй мировой войны. И фашисты. Единственная страна, которая заработала во время Второй мировой войны. Да, конечно. Она не просто заработала, она стала самой богатейшей страной в мире. 50% мировой экономики перешло в Америку. То есть воевали здесь и погибали. Это наши люди. 27 миллионов. Сегодня Третья мировая война. Да, ее невозможно развисивать, когда есть такая страна, как Россия, с огромным ядерным потенциалом. Но ее можно развить рядом, в Иране, в Украине и так далее. Вот сегодня сказали, да, вокруг России создано гигантское количество точек напряжения, в том числе и вот эти истребители. Они-то есть сегодня, эти точки напряжения. Но геополитика вещь не быстрая. Сегодня Россия чуть-чуть прослабнет, так было в 90-х и так далее. И они все кинутся. То есть все эти тлеющие конфликты рано или поздно разгорятся, если мы их не потушим. Давайте скажем, здесь очень важно обратить внимание на следующее. Действительно, Первая и Вторая мировые войны дали Америке благосостояние. И что, они Третью хотят, чтобы вообще обогатиться? Сейчас Соединенные Штаты теряют позиции ведущей экономической, а следовательно, политической и военной державы. И это очень длинный процесс, который завершится только одним. Америка потеряет лидерство. Единственное, что может остановить, с точки зрения, видимо, американской политической элиты этот процесс, это война. Это само собой разумеется, потому что эту тенденцию иначе не переломить. Александр Лосев, аплодисменты вам, спасибо за вашу работу. Присаживайтесь на журналистский пол. Я знаю даже, что распечатать и передать Трампу фразу, что ветеранов Третьей мировой не будет. Сейчас короткая пауза, смотрите далее. Ничего страшного, мы вас похороним. Как пытают подозреваемых в связях с Россией в тюрьмах Украины? И почему каждый, кто пересекает границу незалежной, рискует оказаться в секретных тюрьмах СБУ? С шокирующими подробностями операции зачистка по уничтожению инакомыслящик, переживший пытки киевских спецслужб Александр Петрунько. Американский летун против российского горного волка. Легкие и смертоносные военные машины нашей армии и Пентагона, сравнил журналист еженедельника-звезда Максим Кисляков. А также, зачем танк «Армата» разговаривает женским голосом? Чем хороша необитаемая башня? И почему американцы признали наш Т-14 лучшим в мире танком? О недавно рассекреченном проекте самой современной бронемашины. Впервые на телевидении журналист агентства ТАСС Роман Азанов. Не пропустите, только в открытом эфире. Это программа «Открытый эфир». Место, где журналисты обсуждают главные темы дня. Все они пришли со своими лучшими материалами, готовы их представить в кресле главного героя. До рекламы мы обсуждали то, что США со дня на день могут начать полномасштабную войну против Ирана. Главный вопрос, какую позицию займет Россия. Для сдерживания России США готовы привести в полную боевую готовность все очаги, которые годами тлеют по периметру России. В том числе форпост противостояния Украины. Тут важно, какую позицию займет Зеленский. Но ему-то власть в руки не дает. Порошенко же готов завязаться на любые интриги. И вот новость. Издание «Страна» со ссылкой на источники в судейских кругах сообщает, что команда Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского с помощью давления на Конституционный суд страны. И вот вчера вечером стало известно, что главу Конституционного суда Украины Станислава Шевчука лишили статуса судьи. И вот что по этому поводу он сказал. Сегодня состоялся антиконституционный переворот. Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко. Евгений, что получается? Избрали президента, он не может прийти к власти, а тот еще, которого уже провожают домой, меняет основные позиции в стране, чтобы что? Майдан новый случился? Некоторые прощаются, но не уходят. На самом деле, вы затронули очень важный вопрос. Для Зеленского потеря темпа смерти подобна, потому что у него не будет 75% на выборах Верховную Раду. И социология, которая есть сейчас после выборов, говорит о том, что у него не будет даже простого большинства, которое было у Порошенко в 2014 году. То есть потеря темпа, это дает возможность преимущества конкурентной для Порошенко. Вы обратите внимание, как он дерзко, жестко вел кампанию. Мы в студии об этом обсуждали. И он, собственно, свои 25% он конвертировал в свой относительный успех на Западе. Он занимает правое крыло по-прежнему внутри. У него он получил полную внутреннюю легитимность. Его жизнь политическая, по большому счету, зависит сейчас от Соединенных Штатов. Здесь есть один затык, извините за сленг, но он очень важен. Потому что для американцев, вот правильно коллеги говорили, полтора года до выборов, а дело то не в русских, дело не в России. А дело пришло на Украину, дело Мюллера. Понимаете, какая штука? А здесь промашка вышла ужасная, потому что дело Байдена, оно кроется на Украине. Дело многих товарищей, которые сбивали Манафорта и пытались сбить таким образом Трампа на выборах, пришли из Украины. Они вообще в окружении Зеленского сейчас. Да, в регионе в окружении Зеленского. Ну, все так просто. А если поднять рукописи не горят, вы, коллега, правы, что они говорили? Собственно, на Украине практически не было политиков из нынешней власти, кто бы не ругал, кроме Тимошенко, кто про Трампа. Американцы таких вещей не прощают. Слушайте, ну это какая-то гоголевщина. Человек выиграл, ему не дают власть. Да, Алексей, смотрите, я вчера посмотрела украинский сегмент интернета. После того, как был отставлен вот судья Шевчук, там пошли сообщения, выходим на улицу с протестами, что ж такое? Будет Майдан? Порошенко делает сейчас все, что пан Володимир Зеленский не знал, что ему нужно делать в ближайшее майбуте. А теперь перевод. Теперь перевожу. Значит, Порошенко делает сейчас все возможные неожиданные шаги для того, чтобы Зеленский не знал, что ответить. И чем больше Зеленский молчит, тем хуже, потому что ему уже пора что-то говорить. Господа, я хотел бы дополнить господина Шевчука, который сказал, что якобы произошел конституционный переворот. Но это же враки. Он сам участвовал в этом конституционном перевороте. Он был назначен в марте 2014 года в Конституционный суд. И он узаконил этот государственный переворот, который совершил Порошенко и его подельники в 2014 году. А теперь, когда мы говорим, что будет узурпирована власть Порошенко, опять это враки. Власть уже узурпирована. Вот именно. И Зеленскому просто сейчас нужно разрушать этот конституционный. Я представляю, Зеленский приходит в свой кабинет и ему говорит, здравствуйте, Петр Алексеевич. Извините, вы кто? На днях Павел Клинкин в Брюсселе объявил, что Украина готовится отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы. По словам главы МИД, он уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств. Язык шантажа. Да, в нашей студии Константин Долгов, он разбирался впоследствиях, если Украина официально выйдет из минских соглашений. То, что Киев не будет выполнять минские соглашения, было понятно с самого начала. За четыре года, которые прошли с момента подписания соглашений, Украина не удосужилась выполнить даже первый пункт, в котором речь идет о безусловном прекращении огня. Если же Киев и в самом деле выйдет из Минска-2, то это будет означать, что он навсегда закрывает для себя возможность мирного урегулирования на Донбассе. А сами республики Донбасса смогут в этом случае действовать без оглядки на большую дипломатию. Ведь до сегодняшнего дня и Донецк, и Луганск заявляли о безальтернативности минских соглашений. Разрыв соглашений означает окончание перемирия и не исключено. Возобновление активных боевых действий. Чем это кончалось для Украины ранее? Изваринским, Иловайским, Дебальцевским котлами. Следовательно, стоит ожидать нового котла. Теперь они открыто говорят, что минские соглашения для них абуза. И для того, чтобы выйти, нужен какой-то предлог. Ну дальше что, война? Вспомните все предыдущие обострения активных боевых действий, которые по вине Украины начинались. Ну это заканчивалось Дебальцевским, Изваринским, Иловайским котлами и так далее. Ну пожалуйста, ну пусть идут наступления на Донецк. Может быть им и нужен котел, как известный военный член. Может быть им нужен котел, чтобы обвинить Россию. Может быть они хотят сдаться в плен, собственно, чтобы... И сказать, что это сделали злобные русские. Решали уже, что делать с остальной частью Украины. Вот и план США получается. Смотрите, действительно, Олег, американцы говорят, а давайте Киеву предоставим летальное оружие. При этом Клинкен выходит и говорит, а мы до июра выйдем из минских соглашений. И это начинается что? Начинается большая война. Большая война это всегда жертва. И я не хочу, чтобы там погиб не один человек. Это всегда жертва не только среди военных, среди мирных и так далее. Поэтому ничего хорошего в этом нет. Конечно, американцы хотят, чтобы мы застряли в войне сегодня с Украиной. Но с другой стороны, мы не можем оставить русскоязычных граждан. Мы нигде их не должны оставлять в мире. Где бы они ни были, мы должны защищать. Ваша позиция понятна. Александр, мы хотим понять причину следственную связь. Я хочу вопрос задать. Александр, позвольте, я задам вопрос. Причина следственную связь. Мы уже сказали, что есть тлеющие места. Может полыхнуть. Идеальное место для того, чтобы полыхнуть, Донбасс. Аккуратно, когда в Иран идут силы США, нам говорят, мы хотим выйти из минских соглашений. А выход из минских соглашений априори война. А априори война, она очень вероятна. Во-первых, повязать Зеленского кровью. Во-вторых, заставить Россию заплатить деньгами и кровью. То, что написано в докладе РАН, то, что они предлагают Пентагону. Заставить Россию заплатить. Вот здесь любая провокация. Даже если эта война продлится недолго, хоть один день. Все равно это заставит Россию вмешаться, заставит Россию что-то делать, предпринимать. То есть нас вытягивают на действия. Это рефлексивное управление. Я с коллегами согласен, но хотел бы делать ремарку о том, чуть раньше мы говорили по поводу Порошенко и как он опутывает своими щупальцами все властные структуры. Климкин реально, по сути, никто. Вот только что сообщили в штабе Зеленского, что он не будет министром точно у него работать. То есть фактически мы видим, что человек уходящего... Александр, под вопросом, будет ли Зеленский президентом? Ну, рано или поздно будет, с какими полномочиями нет. Он им будет, просто вопрос, чтобы он не оказался английской королевой. Но уходящий Климкин никто. Там также по заданиям Порошенко нагадит по максимуму. Он объявит о выходе из соглашений, полтора, которого тоже будут менять, там двинет куда-то войска. И действительно, о чем мы сказали, повязать кровью Зеленского. Он приходит, власти у него нету. Все чиновники сверху донизу назначены Порошенко, плюс всем раздал звание Героя Украины и так далее. Значит, рада не его. Кругом война. Давай Зеленский правь. И мы смотрим вот это торжество пиар-технологий, к чему это все привело. Спасибо. Коллеги, я прошу вас не идеализировать Зеленского, что, дескать, вот он такой хороший, а Климкин такой плохой, уходящая команда плохая. Зеленский это некая такая вот замена абсолютного зла на абсолютное добро. На самом-то деле. И про наивность политическую Зеленского тоже не будем сейчас говорить, что это человек новый, он в политике не разбирается, поэтому вот так. Порошенко его обкладывает своими людьми со всех сторон. Все, Зеленский не правомощен. А кто за Зеленским стоит? Зубр украинской политики. Игорь Валерьевич Коломойский. А ему нужна война. А кто за ним стоит? Война нужна, любая, конечно, им, потому что война это заработок. Всегда. Чем больше очагов не собили. Так кто за Зеленским? Зеленским самым страшным кредитом. Секунду, секунду, Константин. За Зеленским стоят те же самые силы, которые давным-давно пытаются расчленить Россию на 60-70 мелких государств. А именно это кто? Ну понятно, но это наши американские партнеры. Понятно, то есть американцы этим управляют. У тебя буквально одну реплику. Две недели назад Уолкер фактически высказался о пересмотре Минских соглашений и об отказе их. Климкин это тоже самое поддерживает. То есть вот она как раз линия, которая наметилась. Фактически отказ от Минских соглашений, а это значит переход к военным действиям. Это значит тот удар, о котором мы сейчас говорили. А это значит, что Крымская армия все равно не будет воевать, не хочет. И после Иловайска она не будет воевать. И то, что касается Порошенко, Порошенко сейчас, секунду. И все, и украинские буквально, секунду. Пусть Порошенко... Одна, пожалуйста, Константин, ну не перекрикивайте, пожалуйста. Секундочку, да, Юрий договорит. А что, что касается Порошенко, он делает все для того, чтобы показать беспомощность Зеленского. Понятно. Редактор мне подсказывает, что есть вопрос в зале. Пожалуйста, друзья, у кого? Подходите. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, факультет журналистики. Уважаемые эксперты, зачем Украина воюет с собственным народом на территории Донбасса? Не Украина воюет с собственным народом, а с Украиной, руками украинской власти, с русскими и с украинцами воюет Америка. Вот и все. То есть никто, конечно, не начал бы эту войну без поддержки извне и без инициативы извне. Никакой бы войны не случилось, если бы Порошенко в свое время не понимал, что только таким образом он сможет получить власть. Поэтому я не считаю, что, конечно, и Порошенко сейчас, по большому счету, воюет с собственным народом. Он считает, что воюет с Россией и не считает этот народ своим народом. Вот какая ситуация. И это чудовищная ситуация. Это чудовищная ситуация, но надо понимать, что вот когда говорили сейчас о Зеленском, о возможностях Зеленского, знаете, Трамп тоже не выглядел наивным идиотом и тоже прекрасно понимал, что его обкладывают и его обложили. Почему опасно вот это вот обкладывание Зеленского, которое сейчас происходит? Потому что если начнется война до инаугурации, инаугурации может не случиться вообще. Спасибо. Евгений Копатько, пожалуйста. Вы знаете, уважаемый коллега, на самом деле эта война, это провоцировало раскол в славянском мире. Это очень важные такие геополитические задачи. Это решение геополитических задач в 21 веке. Я очень настоятельно рекомендую в ретроспективе прочитать книгу Бжезинского «Великая шахматная доска». Причем, если вы просчитаете, как раз 20, чуть больше, чем 20 лет она вышла, посмотрите, какие задачи он ставил. Он, кстати, для студентов американских вузов посвящается им. И вот что произошло через 20 лет? Вы увидите, что у американцев получилось, чего нет. Американцы невероятно системные и серьезные ребята. Их недооценивать нельзя. Они работают мозгами, они с организацией, а мы не переоцениваем. Мы должны оценить ситуацию риски, чтобы избежать. Наша задача тоже включать мозги и работать именно в интеллектуальном направлении. Информационные войны выиграются и вами в том числе. Для России этот конфликт на Украине идет по больному, по живому. А для американцев это обычный прагматизм и какой-то план на бумажке. Мы для них дичь. Мы для них дичь. Там самая большая проблема. То есть воюют американцы путем марионеток в своем правительстве. Вот там сейчас идет геноцид русского языка. Геноцид языка, на котором говорит 92% населения Украины. По мнению Фейсбука, на русском языке, на территории Украины пишет 92%. Это что путь к примирению? Это путь к войне. Никогда геноцид ни одного народа, ни одного языка не приводил к согласию внутри любых народов. То есть это делается намеренно. Притом у себя они так никогда не делают. Они примиряют все народы. А здесь они вводят геноцид русского языка. Для того, чтобы война продолжалась. Вот и все. Владимир, пожалуйста, причинно-следственная связь. Иран, вот этот самый доклад и попытка обострить ситуацию на Донбассе. Ваш прогноз, чем это закончится? Ну, действительно, здесь очень четкая связь причинно-следственная существует. Потому что существует несколько точек болевых. Несколько конфликтов, которые американцы стремятся усилить или разжечь. Чем это закончится? Это не закончится в ближайшее время, пока существует та ситуация геополитическая, которая есть сейчас. Неважно, будет администрация Трампа, победит Трамп на следующих выборах. Или придет какой-нибудь Байден. У Байдена, кстати, сейчас очень... Или президентом Америки станет Порошенко. Очень хорошие шансы у Байдена стать президентом. Он лидирует в Демпартии. Все равно этот конфликт продолжится. И для Америки независимая, суверенная Россия в той... Кость в горле. Да, конечно, конечно. Это очевидно. Подытожьте, Константин. По поводу войны. Прогноз. По поводу выхода из Минских соглашений. Я не думаю, что это будет. Как минимум потому, что хозяевам Климкина, как вы совершенно верно сказали, сначала Волкер говорит, потом Климкин. Ну, все очевидно. Хозяевам Климкина и Порошенок, и Зеленских. И им просто невыгодно сейчас наступать на Донецк, Луганск, потому что они получат котел совершенно верно. Украинская армия воевать не будет. Ну что, там дураки, что ли, сядь? Возможно, он им и нужен. Почему? Посмотрите на карту бывшей Украины. Ну да, там минус Крым, минус сейчас Донецк, Луганск. Это по одной трети от бывших областей. Но на самом деле, вот 83-85% территории бывшей Украины сейчас контролируются американцами. А зачем им рисковать потерять влияние на вот такой огромной территории Украины, да, практически, ради того, чтобы, что, Донецк, Луганск освободить от пророссийских там сепаратистов-террористов, как они говорят? Зачем? Спасибо. В это позиция Константина Долгова, друга программы. Спасибо большое. Продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь, смотрите далее. Ничего страшного, мы вас похороним. Как пытают подозреваемых в связях с Россией в тюрьмах Украины? И почему каждый, кто пересекает границу незалежной, рискует оказаться в секретных тюрьмах СБУ? С шокирующими подробностями операции «Зачистка» по уничтожению инакомыслящих, переживший пытки киевских спецслужб Александр Петрунько. Американский летун против российского горного волка. Легкие и смертоносные военные машины нашей армии и Пентагона сравнил журналист еженедельника-звезда Максим Кисляков. А также, зачем танк «Армата» разговаривает женским голосом? Чем хороша необитаемая башня? Почему американцы признали наш Т-14 лучшим в мире танком? О недавно рассекреченном проекте самой современной бронемашины впервые на телевидении журналист агентства ТАСС Роман Азанов. Не пропустите, только в открытом эфире. Волю Кириллу Вышинскому! Волю Кириллу Вышинскому! Волю Кириллу Вышинскому! Сегодня в Москве у здания украинского посольства прошел митинг с требованием освободить журналиста Кирилла Вышинского. Я напомню, что по надуманному предлогу журналист сидит уже год в украинской тюрьме. Мы журналистская программа, все мы граждане России. Мы не можем обойти эту тему в принципе, потому что поддерживаем Кирилла. В нашей студии журналист Александр Малькевич, который был на митинге. Займите, пожалуйста, кресло главного героя. Прежде чем поговорим, давайте напомним, что случилось с руководителем портала РИА Новости Украины. Кирилл Вышинский, пожалуйста. Ровно год назад в редакцию РИА Новости Украины в Киеве с обысками нагрянули сотрудники СБУ. Откройте дверь! Главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского бросили за решетку, обвинив в госизмене. Якобы он проводил, цитата, информационные спецоперации в интересах Российской Федерации и поддерживал Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь я хотел бы заявить, что я считаю, что то дело, которое возбудило следственное управление СБУ в отношении меня, является прямым и неприкрытым давлением на свободу слова в Украине, поскольку я возглавляю СМИ, входящие в 30 наиболее читаемых СМИ. В МИД Российской Федерации арест Вышинского назвали грубым нарушением международных обязательств Киева в сфере свободы слова. Российские журналисты регулярно собираются на митинги поддержки коллеги. Осудили действия киевских властей и в ОБСЕ. Призываю украинские власти ускорить расследование по серьезным обвинениям в адрес Вышинского и провести его в полном соответствии с принципами верховенства права. Но украинские власти и слышать ничего не желают. Уже год Кирилла как будто специально маринуют в СИЗУ. Путая слова, коверка и ударение, три прокурора в течение двух недель зачитывают в суде обвинитель акт. Дошли до 34-го листа. Осталось еще 45. Александр сегодня пришел, скажем так, не совсем раздет. Расскажите, что за кепка, что за значок? Ну, это фирменный знак. Собственно, здесь изображена решетка, да. И наш лозунг к воле Вышинского с этой позиции мы на всех площадках, где можно, выступаем. И даже когда не так давно в Эфиопии проводился Всемирный Конгресс ЮНЕСКО, посвященный как раз Всемирному Дню Свободы Печати, где вручалась и премия ЮНЕСКО имени Гильерма Кана за журналистом, внесшим наибольший вклад, в тройку вошел в шорт-лист Кирилл Вышинский. Он уступил двум журналистам Рейтер, которые только что были освобождены в Мьянме. И там у нас тоже была полемика. Мы как раз, вот я спорил там с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, который в очередной раз рассказывал известные басни про Солсбери и про то, что как Россия с помощью своей пропаганды угрожает всему миру. То есть он поддерживал арест Вышинского? Ну, он принял это к сведению, он погрустил, так сказать. А что он может еще ответить? Понимаете, какая сейчас штука? Мы обсуждали в этой студии, как долго, медленно и печально не уходит Порошенко. Да, для него, для его образа это все вписывалось. Порядка пяти тысяч политзаключенных на Украине находится. И очень много журналистов. Если они не в тюрьмах, то в бегах, в розыске и так далее. Месседж Порошенко, если вы против меня, вы в тюрьме. Да, с ним все понятно. Но вот у нас сейчас как бы есть избранный президент Украины. Он, в принципе, ее статус, избранный президент, который выступает каждый день через социальные сети, распространяет ролики по любому поводу, пытается соединить ветерана Бандеровку и ветерана Великой Отечественной войны. 250 журналистов России подписали общее коллективное письмо, обратились к Зеленскому просто. Он не может сейчас его освободить. Пусть он просто выскажется. Тем более, что в рамках избирательной кампании перед вторым туром он говорил о том, что будет даже законопроект внести он о свободе слова, о свободе СМИ. Все СМИ должны быть свободными в его Украине. Так пусть хоть скажет два слова. Алексей, есть шанс у Вышинского оказаться на свободе при Зеленском? Нет, ну я уже сказал свое мнение, что Вышинский сейчас это такой золотой обменный фонд. Там есть еще Олег Саган, есть еще десятки журналистов, которые просто сидят в тюрьмах и которых украинский режим рассматривает как головы для обмена, как заложников. И конечно Вышинский в этом случае это такой, знаете, вот козырь, который постоянно будут выкладывать перед Россией и говорить, а вот знаете, а Вышинского мы не... И позиция журналистского сообщества у нас другая. Он не может быть, он не осужден, он реально взят как заложник. Конечно, это заложник, я и говорю. Как заложник. И то, что там постоянно выдвигают украинцы какие-то темы, давайте мы поменяем некоторых там политзаключенных Украины на тех, кто значит у нас, у нас осуждены преступники и террористы. Это совершенно грустно. Разные речи. Владимир Сергеевич, есть шанс у Вышинского выйти на свободу? Вы знаете, какой это шанс есть. Потому что для Зеленского, если он вступит во власть, ему нужны какие-то такие, если хотите, демонстративные шаги. Справедливо. Понимаете, это немножко в стиле Зеленского, который явно идет в стиле западных политиков. Понимаете, он прекрасно понимает, что первые дни он должен сделать какие-то вот такие широкие жесты, широкие шаги, резонансные шаги политические, которые бы сразу подали бы его, что что-то меняется на Украине. И, кстати сказать, вот эти символические шаги, они имеют в том смысле значение, что политика реально может не поменяться. Ее трудно поменять сразу. А вот создать иллюзию, что что-то будет меняться. Вот подобного рода шаги очень выгодны и интересны. Что такое Украина? Мы здесь все уже давно сошлись на одной точке зрения. Украина это фактически вассал, несамостоятельное государство, оккупированное даже экономически и политически Соединенными Штатами Америки. СБО это филиал американских спецслужб. Что делают американские службы? С осанжем. Добиваются его выдачи англичанам и сейчас они его заполучат, дадут пожизненное. История с Марией Бутиной, пожалуйста, и Украина будет действовать в этом же ключе. Они сделают все точно так же, как делает Вашингтон. Старший папа для них. Поэтому я считаю, что обмен возможен после того, как Зеленский придет, потому что у него основной лозунг его всех на всех поменять. В качестве обмена, да, но справедливости не будет. Спасибо, Юрий. Спасибо. Как журналист и как член общественной палаты Александр Малькевич приготовил доклад на звание киевской власти против народа президентские выборы на Украине 2019 основные нарушения прав и свобод граждан и СМИ. В период с 20 января 2014 года по июль 2017 на Украине погибли не менее 20 журналистов. 13 из них являлись сотрудниками украинских СМИ, 7 представителями зарубежных либо ополченческих людей. Если последние гибли почти исключительно в зоне боевых действий на Донбассе, то украинские журналисты умирали, как правило, вне района так называемой антитеррористической операции. По данным Национального союза журналистов Украины, в 2017-2018 годах были зафиксированы 175 случаев применения насилия в отношении журналистов. Большую часть украинских СМИ напрямую или косвенно контролируют приблизительно 30 частных лиц. Большинство из них связаны между собой родственными узами или являются бизнес-партнерами. Итак, Александр, в руках, я так понимаю, вы держите этот самый доклад? Да, это доклад. Мы в ближайшее время переведем его на основные языки ООН. Будем там распространять, потому что вы как раз спросили о дискуссии с Хантом. Он ни черта не знает о том, что происходит на Украине. Вопросно и, может быть, и знать не хочет, да? Но тем не менее, хотя бы книга, которая через там сейчас сети позволяют, социальный интернет, будет распространяться, чтобы просто зафиксированный вот это все набор нарушений, да, политзаключенные, преследование журналистов, чтобы это стало хоть чуть-чуть там достоянием гласности в цивилизованной Европе. Останет? Останет? Но у них хотя бы будут материалы, которые можно будет пролистать. Они так все знают? Не, осумоляю. Что, на Западе не знают, что Кирилл Вышинский год сидит по надуманному делу? Никто на Западе не знает этого? Я думаю, что там очень многие не знают, на самом деле. Кто мог подумать еще несколько лет назад, что Россия, Украина войдет в список африканских стран, особо опасных для работы журналиста? Вот кто мог подумать, что так произойдет? А смотрите, когда просто вы хотите развязать новый виток войны на Донбассе, внутри страны могут возмутиться некоторые личности. А им показывают Вышинского и говорят, хотите так же? Да. И все, и они продолжают молчать. Еще одна история. Украинский режиссер Олег Саган, сидящий в одном СИЗО с Вышинским, написал о пытках в тюрьме, просто крик о помощи. Олега тоже обвиняет в госизмене, в связи с тем, что он посмел, внимание, ездить, работать в Россию. Давайте посмотрим фрагмент. В 9 утра группа из 15 вооруженных людей в форме киборгов, выломав двери, ворвалась в мой дом, ломая имущество и мебель с криком «Всем лежать!». Боевики направили оружие в голову моей больной, лежачей тогда жене, с расстояния 20 сантиметров. Мне и сыну устроили допрос с устрашением. Я отказался отвечать на вопросы без адвокатов, а сын Андрей под угрозами подписал заготовленный протокол с обвинениями в госизмене. Только за то, что он смотрел в интернете общедоступные новости. Когда жена, находящаяся после операции, два раза теряла сознание, то человек маленького роста сказал «Ничего страшного, похоронен». На допросах меня держали в наручниках по 8 часов, не позволяя встать со стула в кабинете следователя. После двух лет такого заключения, мой сокамерник, освободившись, не мог ходить и говорить. У нас сегодня в студии, напомню еще раз, Константин Долгов по личному приказу Авакова. В свое время его незаконно задержали. Насколько я понимаю, также подвергли пыткам. Что касается пыток, ну, конечно, они есть. Есть секретные тюрьмы СБУ, о которых писали множество раз. В Харькове есть такая тюрьма в центре города, в управлении СБУ, улица Мироносецкая, дом 2. Там пытают людей. Даже адрес известен? Конечно, известен. Но это управление СБУ главное в Харьковской области. Самое главное, что люди туда попадают на незаконных основаниях. Точно так же, как меня арестовывали. Да, это вот формально были, значит, какие-то сотрудники МВД, особо приближенные к Авакову, но это абсолютно все незаконно. А вот люди в такие тюрьмы приблизительно, они попадают вообще без всяких документов. Вы не можете знать. Вот просто поехал человек, гражданин России, поехал на Украину и пропал. Вы не знаете, что с ним стало. А он может находиться в этой тюрьме. И когда мы говорим о том, да, конечно, нужно освободить Кирилла Вышинского. Но я хочу просто привлечь сегодня, внимание к тому факту, что неважно, журналист, вот по большому счету, журналист нет, это гражданин Российской Федерации. Сколько граждан Российской Федерации сейчас незаконно удерживаются за границей на Украине? Сколько таких? Евгений Мефедов в Одессе. Шестой год сидит. Что, почему? Ну, возможно, нам стоит как-то активнее, активнее требовать освобождения этих людей. Акция хорошо, но акциями ничего. Чхать они хотели на эти акции. И в Киеве, и в Вашингтоне, да? Ваша позиция понятна. Прежде чем свою историю расскажет политэмигрант Александр Петрунько, маленькое отступление. Атлант мировой экономики, друзья, Украина расширила санкции против России. Кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных ввозу. На этот раз запрет коснулся удобрений, сельхозпродукций, транспорта, цемента и фанеры. Грустим. Пожалуйста. Я, так и Костя Долгов, участвовал в многих мероприятиях. И после того, как меня, можно сказать, похитили... Это было в Харькове? Это было в Харькове, да. Какой год? Это был 15-й год, как раз 18 января утром это было. Так. Вот. Ко мне взяли меня много людей в военной форме, после чего начали узнавать, кто я, чего и так далее. Информация у них, конечно, была на самом деле. За что они вас схватили? За то, что я активно участвовал, скажем, в сопротивлении нынешней власти, которая сделала государственный переворот. Меня одели мешок на голову, доставили меня не в известном направлении, выездили где-то за город. Возможно, это какая-то база была. Что с вами было в тюрьме? Я понимаю, что тяжелые воспоминания. На вывозе, видимо. Это вывез. Меня не на мироносецку отвезли, а куда-то в неизвестном направлении. Потому что, к сожалению, я даже слышал, как смеялись дети наверху, где-то там. А я где-то был в комнате, которая была вся в крови, где это была явная комната пыток, где мне также показывали, что ты здесь не первый, не последний, ты здесь и останешься. Это было электричество, это было часов шесть или семь меня топили, это были удушающие, это были мешки, это были какие-то приборы, это были ножи, которые пытались мне отрезать те или иные части. О, Господи! Это был мороз, связанный был скотчем, тебя, чью бы там, не пристреливали. И много-много чего другого. Спасибо вам за решительность и смелость. А наверху смеялись дети. А наверху смеялись дети. Это я помню хорошо. Александр, спасибо за то, что вы нам сказали. Мы также надеемся, что доклад, который написал Александр Малькевич, будет переведен на иностранные языки, и на Западе обратят внимание на эту проблему. Александр, аплодисменты вам. Спасибо огромное. Всегда вам рады. Сейчас короткая пауза, после этого смотрите. Американский летун против российского горного волка. Легкие и смертоносные военные машины нашей армии и Пентагона сравнил журналист еженедельника-звезда Максим Кисляков. А также, зачем танк-армата разговаривает женским голосом? Чем хороша необитаемая башня? И почему американцы признали наш Т-14 лучшим в мире танком? О недавно рассекреченном проекте самой современной бронемашины впервые на телевидении журналист агентства ТАСС Роман Азанов. Не пропустите, только в открытом эфире. Это программа «Открытый эфир». Место, где журналисты обсуждают главные темы дня. Все они пришли со своими лучшими материалами, готовы их представить в кресле главного героя. В несколько блоков программы мы говорили о том, что США намерены развязать войну против Ирана. И военный журналист Константин Севков предположил 4 сценария. Один из пунктов, что они могут перейти в режим сухопутной операции. Вот на чем, с помощью чего они будут передвигаться, об этом мы хотим сейчас с вами поговорить. Свои новые легкие боевые машины они уже испытали в Ливии. Наш коллега Максим Кисляков в своем свежем материале сравнил американские и российские военные легкие вездеходы. Максима я приглашаю в кресло главного героя. Ну и посмотрим этот фрагмент. Африканские пески вновь напитываются кровью. В начале апреля войска фельдмаршала Хафтара взламывают шаткую оборону правительственных сил и устремляются к Триполи. Пока основные силы с артиллерии, бронеавтомобилями и танками подтягивались к сердцу Ливии, другие наматывают на колеса километр за километром прямо внутри обороны врага. Пикапы с пулеметами и горстка четырехколесных багги АЛСВ резво бегают по флангам и лихо крошат правительственные войска в мелкий винегрет. Тем временем на другом конце планеты завершает последнее испытание главный конкурент штатовского багги. Россиянин с чеченскими корнями Чаборс, четырехколесник, лихо прошелся по ледяным торосам Арктики и с наскока взял самые труднодоступные перевалы Кавказа. В Северной Осетии прошли уникальные военные учения, бой в городе. При их подготовке был тщательно проанализирован опыт войны в Сирии. Моторострелковые группы, усиленные Чаборзами, дали прикурить условному противнику. На этом поле, хваленое АЛСВ, флайер, даже самых бронированных модификаций будут нещадно биты. Итак, Максим, расскажите, пожалуйста, вот эти вот баги, в каких операциях они незаменимы? Ну, смотрите, давайте, значит, вспомним историю, да? Это 1987 год, это Ливия, война с Чадом. Ну, да, там будет все сразу понятно, вы сейчас поймете, о чем я. Война с Чадом в Ливии, у них там перед глазами близ крик, 300 танков идут на Чад. У Чада все, что есть, это какая-то горстка воинов и легкая техника. Однако, спустя уже две недели, они разворачивают танки, представляете, 300 танков практически и тяжелых бронемашин, они разворачивают обратно. Почему? Да потому что они бьют прямо по флангам эти легкие броневики с пулеметами, да? И тогда пошло уже название такое «Война Тойот». Американцы это подсмотрели и начали потом использовать, значит, в Ираке, в Персидском заливе. Главная их цель – это разведка все-таки, но в том числе они могут бить, ну, скажем так, из-за спины, по тылам бить. Это очень хорошо, вот они сумели. Юрий, как военный эксперт, вот эта техника, которая обкатана в Ливии, применима будет в Иране? Какую роль будет играть? Да вы знаете, вообще эта техника, она уже сейчас активно используется в Сирии. И она там даже получила название, ну, наше такое народное – «Тачанки». То есть это джип, на который установлены либо зенитные орудия, либо автоматические гранатометы. И, кстати, вот террористы, помните Пальмеру, когда захватывали? Они как раз захватили 2-3 «Тачанки» с нескольких, с десятка направлений, в одном месте сосредоточились, и сразу большая группа. Если эта «Тачанка» в мирное население, в мирный пункт заходит, какой ущерб? Да колоссально, они же будут стрелять, куда попало. Почему? Скорость очень большая. Я имею в виду, вот если это террористы… Два пулемета, проезды и деревни нет. Да, им главное создать этот шум и всё. Кошмар. Дмитрий Иванович, ну что ж получается, американцы, похоже, действительно готовы к наземной операции в Иране? Вот судя по тому, что мы видим в том числе. Ну нельзя исключать такую возможность. Недаром они всё это испытывают, недаром всё это обкатывают. Мы же исходим из того, что… Правильно сказал Константин Севков, что все четыре варианта, они возможны. Хотя наземная – это самый последний вариант. Но с другой стороны мы видим, что вот готова техника же, в принципе. Давайте объективно смотреть. Уже прошла обкатку. Мы только ещё что-то испытываем, впрочем, у них уже прошла боевая. Так что это надо с этим считаться. Это действительно то оружие, которое вполне может применяться на поле боя, именно в таких условиях, как в Иране. Ну, наша техника, единственное, я просто скажу, как сотрудник телеканала Минобороны, наша техника прошла уже все возможные обкатки и готова к любым вообще действиям и любым приказам. Надам, дополнение твоих слов. Сухопутный вариант с Россией, самый опасный для американцев, по их же мнению, который может быть. Журналисты американского издания National Interest назвали российскую «Армату» лучшим танком в мире. У нас сегодня премьера впервые в открытом эфире. Роман Азанов, журналист АСС, который ведёт в агентстве целый раздел, посвящённый танку «Армата». Давайте, оставайтесь, пожалуйста, на месте, посмотрим фрагмент вашего материала и поговорим. По многим характеристикам Т-14 превосходит как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные. «Армата» впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Броня защищает от всех современных снарядов танковых и противотанковых пушек, а также противотанковых ракет и боеприпасов. «Армата» стала первой российской бронетехникой, на которой установлен комплекс оперативного захвата и обнаружения целей с видеорежимом на основе оптоволокна, что позволяет командиру быстро передавать наводчику не просто координаты цели, но и ее видео. «Арматой» достаточно легко управлять. Там стоит штурвал и нет рычагов. Коробка полуавтоматическая, очень плавная. «Армата» – умная машина и сама расскажет, если что-то у нее не так. Система диагностирования этой машины позволяет самостоятельно определить какие-либо несоответствия в работе, если вдруг они возникли. И мало того, что загорается текстовое сообщение, так еще и очень приятный женский голос в ухо. Все расскажет. Роман, у меня к вам два вопроса. Начну с главного, естественно, для меня. Почему женский голос? Ну, а какой? Мужской. Для танка-то все-таки. А, ну, если в этом плане. А, ну, будет женский экипаж, если будет. А, возможно, уже? Ну, Министерство Пармаде первое. Надана четвертого года заявляла. Я согласна. Вот. Скоро будет танковый биатлон летом, как мы все знаем. И женский голос будет. Возможно. Мужички, разойдите. Мужички, Надана, спросите у мужчин, чьим голосом разговаривают навигаторы в машинах. Женский. Понятному. Оксана говорит. Хорошо. Роман, давайте теперь серьезно, как вы считаете, вот почему американские СМИ так внимательно следят за танком «Армата». Что их там так привлекает? Вы знаете, среди современного нашего вооружения есть несколько видов, наверное, образцов техники уникальных, ну, которые можно просто смело, что называть, в ряд ставить. Это «Армата» комплекс С-400. Сармат современный. А что вас больше всего впечатлило в «Армате»? Вот было что-то, чтобы вы сказали «Вау!» Вы знаете, я был с ней рядом, собственно, вот на площадке перед парадом «Победы», где, собственно, ее готовят для того, чтобы она прошла по Красной площади. Вот. Машина уникальна тем, что, понимаете, смотрите, что это уже не танк, а машина будущего. Это футуристический дизайн. Друзья, аплодисменты. Компьютер на гусенице. Там продумано все до мелочей. Юрий, пожалуйста, на тебя. Вы знаете, ну, помимо того, что это и броня, и капсулы бронированные, и автоматическое управление оружием, и пушка особая, я бы обратил на две вещи. Вот вы задали вопрос о тачанках. Беспилотник входит в комплект. С помощью беспилотника можно обнаружить любую тачанку и что угодно. Но самое главное, обратите внимание, минимум навесного оборудования, либо это навесное оборудование закрыто шторками и бронировано. Что это дает? Это если осколки пули, оно не будет повреждено. Ползет тот же Абранс, либо Леопард. Куча навесного оборудования. Старым РПГ-7. Залт, а навесное оборудование вышло из строя. Танк фактически прекратил выполнять свои функции. Вот и вся разница. Я надеюсь, что не придется в реальной боевой обстановке все-таки активно использовать. Но считать-то они умеют. Но это, конечно, танк победы, сравнимый, я понимаю, с Т-34. И, кстати, что он подтверждает эти слова? Вот вы говорите про женский голос. Знаете, что в московском метро, если ты едешь в сторону дома, в сторону окраины, объявляют остановки женским голосом, а на работу мужским голосом. То есть это танк быстро победить и возвращаться. Про женский голос одна ремарка. Сейчас скажете. Про женский голос одна ремарка. Я знаете, в чем уверен? Если те, кто увидит армату в действии, все сразу заговорят женским голосом. Пожалуйста. Я скажу, почему американцы так внимательно смотрят за арматой. Конечно, это оружие будущее. Но что дает это оружие будущее? Та страна, которая обладает таким танком, делает невозможную наземную операцию против себя. И если бы сегодня, допустим, у Ирана было бы 50 таких танков, никакой наземной операции было бы просто невозможно. Алексей. У меня маленькая совершенно реплика. Вот смотрите, Украина пытается все слезать у американцев, быть похожими на Америку. Вот они попробовали, они посмотрели на эти тачанки американские и попробовали создать москитный флот на море. Что может москитный флот, мы уже знаем. Он у нас вон томится, значит, там в бухте. Ну, точно так же украинские тачанки встретятся с арматой и будут томиться где-то у нас в бухте. Да, Алексей, я бы хотел, вот резюмируя все эти хорошие слова, которые сказали по поводу арматы, по поводу маленьких машинок, сказать, что войну не выигрывает какая-то одна железячка, которую все называют вундервафлей, да, на немецкий манер. Войну выигрывают люди. И вот люди, которые позволяют применять это все оружие вместе, в комплексе, и которые могут сражаться до последнего, которые могут побеждать, это те люди, которые есть у России. В общем, подводя, какие-то итоги? Ну, смотрите, да, вот мы говорили про, значит, баги, и всем хочется сравнить, кто сильнее, кто кого, и вот, и как я рассуждал, правильно, это главные люди, но самая главная фишка в том, что у нас, оказывается, вот все говорят, что мы, значит, отстаем, только догоняем. На самом деле, на самом деле, это у нас появились первые баги, фактически у нас. Еще КАМАЗ разрабатывал до 87-го года. Вот. Что касается сейчас, то наш Чеборс М3, и особенно М6, который тяжелый, фактически по вооружению, по тактике, значит, данным, он гораздо сильнее американцев в любом случае. Вот на этом ажурной ноте спасибо Максиму Кислякову, нашему замечательному корреспонденту. Ну что, это была программа «Открытый эфир», чтобы там американцы себе не думали, они должны прекрасно понимать, Россия сегодня, это не Россия 90-х, и мы не Ирак, и не Сирия, поэтому перенапрячь они могут нас попытаться, главное, чтобы не перенапрягли себя. Они находятся на передовой информационной войне и считают дух солдата серьезным оружием. Кто такие политруки сегодня? И чем новая система подготовки политработников отличается от старой, советской? Об этом в программе Наталья Медлиной, заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил России Андрей Картополов. Не пропустите. Счастливо! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok